Ну что, друзья, давненько вы не смотрели на мою кривую рожу, самое время. Я немножко подзарос, сегодня хотел постричься, подхожу к такой парикмахерской, воскресенье, смотрю, там реальную очередь. Ну, парикмахерская такая нещебродская, типа у меня на районе там все попятеля, но тем не менее, я решил, эх, похожу немножко заросшим. Сегодня тема для разговора у нас, ребятки, и вот даже которая, самые актуальные темы, я люблю вот так вот общаться на камеру, никогда я руки свои вижу. Тема такая в стиле, кто же сильнее, Шварценеггер или Сталлоне, в стиле, как еще там в детстве было, там Абрамс против Т-90, Тигр против Т-34, я просто танками увлекался, Кит против Слона, ну это если совсем в детстве. И сколько перетерто этих вот вообще вещей на разных форумах, сколько копий сломано. Ну, конечно же, сегодня мы поговорим, что лучше, ориент или командирские, да? Ориент или командирские. Ну, друзья, смотрите, у меня было и есть несколько ориентов, то есть он у меня не один, в том числе и трехзвездочных ориентов. Есть новые котлы, правда не три звезды серия, Sentinel моделька на новом ориентовском механизме F6, поэтому я понимаю, о чем я говорю. С другой стороны у меня было и есть, ну сейчас в данный момент только один, восток, который мне служит верой и правдой. Это у меня каждодневный Tool Watch, я в нем купаюсь, я в нем сплю, я в нем горю в аду, я все делаю в этих часах. Браслет, конечно, говно, это можно сразу, вот прямо сразу сказать, вот просто сейчас открыть в окно и прокричать. У моего востока браслет говно! Знаете, такие комментарии в стиле, а вот у меня были командирские, короче, типа 15 лет, а до этого у моего отца были 15 лет, как в фильме «Криминальное чтиво» про часы, помните, который в жопе часы носил и по наследству потом передал. И я вообще, ну типа, другие пишут, у меня ориент трехзвездочный, это ваши все рассказы очень далеки от статистики. Если бы вы были как какой-нибудь супершиво, у вас на одной стороне 20 рук и на другой стороне 20 рук. И на каждой из этих 20 рук вы носили с одной стороны ориенты 3 звезды, а с другой стороны командирские 10 лет не снимая. И у вас потом там с этой стороны сломалось 5 часов, а с этой сломалось только 2. Вот это было бы статистикой, тут, конечно, уже крыть нечем, да, реально. Но вот эти бытовые такие истории, что а у меня, да, был ориент, а он упал и сломался. Или типа у меня был восток, я его там, ну, короче, бывает по-разному. Я вам предлагаю свое некое такое мнение, основанное на том, что я много читаю часовых форумов, и у меня были эти часы у самого, по нескольку штук. Что же мне хочется сказать? Ну, давайте для начала поймем, что часы состоят там из механизма, из отделки, да, из цены, конечно же, и прочих разных показателей. Ну, и от общего впечатления тоже немало зависит. Краткая история. У меня были одни командирские еще в конце 90-х, это был крайний ужас. Точнее, их дали отцу, там 100 лет заводу имени Карла Липнихта. Они, хотя обладали завинчивающейся заводной головкой, но они постоянно протекали, потели, запотевали, останавливались, ну и так далее. Работали хуже, чем обычные какие-то советские часы других марок, более старые, которые мой батя в итоге таскал вместо них. Потом у меня уже вот с началом моей часовой болезни, это где-то 2011, может быть, 2012, да, 2012, наверное, я купил себе мини-стерку. Да, я раньше называл это бочкой, но меня там попинали, покидали самыми трусами в комментариях, сказали, это мини-стерка. В корпусе мини-стерка уже более новодел, который, в принципе, был, ну, он не пропускал воду, да, я в них купался, но они тоже постоянно останавливались. С ним происходили какие-то странные вещи, можно было целый день в них ходить активно, да, а утром проснуться и увидеть, что они остановились. И я в итоге их продал. Ну, я не увидел каких-то надежных часов в этих, хотя, да, надпись командирская говорит о том, что часы, как минимум, даже если они не суперточные, они должны быть надежные. Они хрена не были ненадежные, я их слил. И уже вот полтора года назад, это 2018 году, я приобрел вот эти вот командирские из новой серии, это КАШ-65 корпус и суточники. Мы видим, что здесь разметка на 24 часа, я тоже делал на них обзор. И вот эти уже котлы с третьего раза, да, они показали себя с наилучшей стороны. Я повторюсь, что я в них делаю абсолютно все. Я в них сплю, я в них купаюсь, я в них хожу дома. Ну, на выход, правда, я их одеваю не часто. Почему? Потому что, ну, как-то, я не знаю, уже они немножко приели, стали более домашними часами. Тем не менее, вы посмотрите, плексиглаз особо не поцарапан. Я, конечно, понимаю, что вряд ли вы сейчас здесь что-то увидите. Ну, можете поверить мне на слово. В общем, они не выглядят как кусок говна, хотя мне в комментариях там писали эти а-ля любители роликса, что, ну, они выглядят как кусок говна. Нет, нихрена, факов они не выглядят, они выглядят отлично. Вот, и идут тоже нормально, они не останавливаются, все с ними хорошо. Что можно сказать по механизмам? Давайте так, вот по механизмам. Ну, и ориент, понятное дело, тоже я его какое-то время носил. Ну, носил, может, где-то года полтора. Это были мои летние часики, которые я в основном носил в жаркое время суток, в жаркое время года. Почему? Потому что они маленькие сами по размеру, да. Браслеты, ну, легкие, невесомые. Довольно свободно здесь сделан браслет у меня был, они так чуть-чуть болтались. И летом, вот, когда супер-супер жара, это были мои часы must-have. Тоже я их пару лет носил. Ну, для начала, что можно сказать о механизмах? Механизм восток, ну, вот этот вот командирский, да, может быть, я сейчас могу что-то там неправильно сказать, говорю из головы, да, и путать в каких-то датах, ничего, специалисты поправят. Он довольно-таки старый, хотя, в принципе, вся механика, она не молодая. И именно новых вот прямо таких разработок с нуля сейчас никто особо не делает, ну, кроме, может быть, китайцев. То есть, это часы, которые были выпущены после войны, там, в 50-х годах, командирский, амфибия. И механизм, вот этот 24-й, 24-й, не буду каждый раз повторять, если я не ошибаюсь, могу ошибиться. Вот этот механизм 24-й серии, он с того времени, в принципе, не претерпел никаких особо изменений. То есть, у него, да, сделали автоподзавод, изначально он был чисто ручного завода, но, как у нас было, вот, точность минус 20, плюс 60 секунд, заявлено производителем. Это довольно-таки много для современных часов механических, плюс 60 секунд, одна минута в сутки. Конечно, если их там настроить, да, то они могут идти и практически в ноль. Но будем отталкиваться от того, что у нас заявляет производитель. 19 800 колебаний, полуколебаний в час. Как бы балансовое колесо достаточно больших размеров, если сравнивать с ориентовским, то есть, амплитуды побольше, чем у ориента. Но количество полуколебаний меньше. Есть быстрый перевод даты, то есть, она перещелкивается у вас в 12 часов ночи. Но вместе с тем, нет механизма быстрой переключения. Вот это меня просто в востоках, как бы в командирских, в амфибиях, просто убивает. Почему? Потому что, ну, представляете, да, чтобы у вас переключилась дата с 2 февраля на 17-е, вы должны стрелками это все переводить, перекрутить стрелки там до без 29 где-то, потом опять до 12, чтобы механизм перевода даты включился в работу. Потом он в 12 перещелкивается, вы дальше прокручиваете где-то до 2 часов ночи и опять крутите до без 20, там 9. И занимается вот таким вот анонизмом, пока вы не переведете нужную дату. То есть, подытожим, механизм довольно-таки старый, да, он надежный. Но, повторюсь, каких-то модернизаций в нем не проводилось. Это только вот сейчас возле видео, там, у MyWatch.ru и у Дэна. Ну и вообще это основано все на интервью, там, замдиректора часового завода ЧСЗ, который говорил, что у нас там грандиозные планы, у нас там турбион мы хотим сделать, мы хотим там сделать то, это, пятое, десятое, но пока мы всего этого не видим. Вот. Поэтому механизм плюс к этому всему, он то, что старый, он надежный, он старый, не очень точный, добавляется еще и, к сожалению, рукожопая сборка. В 90-х она была отвратительной, сейчас они качество немножко подтянули, но, тем не менее, если вы покупаете командирские вот самых вот этих вот начальных уровней с танчиками на циферблатах, с силуминовыми корпусами, будьте готовы, что вы просто после того, как их купите, понесете часовому мастеру, потому что на бюджетных сериях они меньше стараются, на более дорогих они больше стараются, да, и шанса получить рукожоп на сборные часы у вас поменьше получается. Поэтому в совокупности получается, что механизм старенький, механизм неточненький, механизм криворуко, возможно, собранный, но надежный, тут как бы вопросов нет. Сама конструкция его довольно-таки надежная, он как танк. Если сравнивать ориентовский механизм, вот на трех звездочках, да, обычный ориентовский механизм, я не помню его референс, здесь у нас пушер, переводит день недели. Вот число переводится у нас обычным вращением заводной головки. То этот механизм чуть, наверное, более современный, здесь большее количество полуколебаний, лучше точность, там заявленная точность минус 15 плюс 20 секунд в сутки, плюс здесь есть окошко дня недели, у командирских амфибий нет окошка дня недели, просто дата. Ну и переводить само число можно просто обращая заводную головку, что-то довольно-таки проще. Но примерно споры идут и как бы механизмы, ну где-то плюс-минус одного уровня. Хотя ориент собран гораздо лучше, поэтому количество головников и геморроя при покупке ориента у вас будет меньше. Плюс это к этой теории говорит о том, что на часовом форуме есть целая тема, называется ремонт командирских или как-то так, нашей руки не для скуки. Эта тема постоянно где-то болтается в топах. Такой же темы про ориенты нет. Да, поэтому они как бы ломаются, ну не поэтому, а можно сделать вывод, что они ломаются все-таки реже. Плюс ко всему, дорогие друзья, недавно ориент выкатил новый калибр F6, который уже бьет на голову все, ну наверное да, все механизмы нынче существующие востока. В данном калибре убрали пушер, который переводил день недели, то есть день недели теперь переводится с вращением заводной головки назад-вперед, как у более дорогих часов. Плюс добавилась стоп-секунда, чего тоже нет у востока. Плюс добавилась возможность ручной заводки, чего раньше не было у ориента. Повышена точность и улучшен и без того шикарный автоподзавод. Они это объяснили тем, что люди сейчас меньше двигаются. Вот 13 минут я уже разговаривал. Ничего, меньше двигаются, больше сидят, больше офисной работы. И так гениальный был у них система автоподзавода Magic Lever. Они ее улучшили. Сделали более тяжелый сектор автоподзавода, улучшили точность. И данный калибр также устанавливается в более дорогих линейках Orient Star. Конечно, другой обработки, другой настройки. Но тем не менее, вы должны понимать, что покупая даже Orient 3-звезды на новом калибре F6, это хороший механизм, который, возможно, приближается даже к надежности и точности. Ну, они сами заявляют, что практически как швейцарский ЭТА 28-24-2. Ну, это, конечно, вопрос. Но, тем не менее, у Востока новых механизмов нет. Поэтому по механизмам, ну, как ни крути. Если бы не было нового калибра F6, можно было бы еще поспорить. Но он есть, дорогие друзья. Поэтому Orient выигрывает. Что же по обработке и всему прочему. Мне часто пишут, что «Ты, мол, не шаришь, ругая Восток, почему здесь плексигласовое стекло?» Оно было сделано для того, чтобы часы выдерживали большое давление на глубине, большое давление воды. Но, конечно же, это все понятно. Ребятки, сколько вы в повседневной жизни раз за день испытываете большое давление воды? Ну, наверное, ни разу. Но зацепиться за дверной какой-то косяк этим плексигласовым стеклом можно за день раз пять. В общем, по конструкции Востока, хотя у них сейчас тоже есть уже новые модели, как у меня вот был К-34 в новом корпусе из нержавеющей. Ну, они уже сейчас делают корпуса из нержавеющей стали. Правда, все равно на, в основном, на всех моделях идут плексигласовые стекла. Возможно, на каких-то новых уже минеральные. Но сапфира там, по-моему, и не видно. Ну, хотя, справедливость ради, нужно сказать, что сапфира нет и на трехзвездочном ориенте. Значит, в целом, по обработке корпуса, ну, мне ориент нравится немножечко больше. Хотя сказать, что прямо вот на трех звездах какая-то с неба такая хватающая звезды обработка, я тоже не скажу. Ну, на востоке есть, вот особенно в таких вот местах, ну, вы сейчас, наверное, не увидите. Камера не хочет фокусироваться. А может, и увидите. Вот между ушками заваленная такая грань. То есть, ну, у ориента такого нет. Вот. Если, допустим, сравнивать две примерно одинаковые по цене модельки, то у ориента чуть-чуть лучше браслет, у ориента минеральное стекло против плексигласового ориент проигрывает в водозащите, выигрывает в точности и, в принципе, выигрывает в общем, вот, в качестве сборки, в качестве обработки корпуса. Хотя часы плюс-минус одинаковые. Ну, друзья, если вам интересно конкретно мое мнение, то я бы выбрал ориент. С ним меньше головной боли, у него сборка более качественная, скажем так. И часы, ну, механизм проверенный, надежный. Как говорил Андрей Бабанин, только несколько механизмов там могут отслужить, там, что-то 7-8 лет без какой-то там смазки, ну, без репассажа. Хотя пишут мне в комментариях постоянно, что у меня там 15 лет ориент уже ходит, у меня 20 лет ориент ходит. Ну, ребят, тут на самом деле нечем гордиться, вы, конечно, не обижайтесь, но когда вы такое пишете, ну, просто говорите о том, что, ну, вы хреновый хозяин своих часов. Потому что машина, которая 5 лет не была в СТО, это, ну, конечно, ну, хорошая машина, но плохой хозяин. Вот так вот. Я бы лично выбрал ориент 3 звезды. Но сложно очень рекомендовать Восток как единственные, тем более первые часы. Потому что вы, возможно, столкнетесь с проблемами. Может, и не столкнетесь. Но процентное соотношение различных приколов по Востоку больше, чем по ориенту. Японцы в этом деле более щепетильны. Но я бы рекомендовал людям, которые коллекционируют часы, которые просто увлекаются часами, в коллекции иметь хотя бы один Восток. Потому что это тоже богатая история, это монофактурный механизм. Это, посмотрите фильм «Часовой завод Восток» на Ютубе. Там действительно ручной труд. Там сидят вот люди и их собирают. Поэтому, конечно, когда у нас роботы клепают сводч часы, там брака, конечно, меньше. А когда вот там спохмело или у вас болит голова, вам нужны какие-то мелкие винтики закручивать, знающие при том, что ваши часы продаются очень дешево. И зарплата вам не позволяет ездить на Porsche Cayenne. Это, конечно, да. Но тут уже вопрос другой. Поэтому мой лично выбор это ориент 3 звезды. И можете кидать в меня ссаными трусами. Прошу в комментариях. Устраивайте там срачи. Все, что хотите. С вами был еще разок. Увидимся. Пока.